Добрый день! Если вы искали лечение мастопатии, вам это удалось, вы нашли нужное видео. Что такое мастопатия? Это дисгормональные нарушения, которые приводят к специфическим изменениям в молочных железах и, к сожалению, к высокому риску рака молочных желез. Ну, что первично яйцо или курица, споры будут идти вечно. Что первично нарушение обмена веществ или нарушение обмена гормонов, тут мнения однозначные. Если образ жизни, если характер питания способствует тому, что изменяется введение питательных веществ в организм, то организм на такую ситуацию будет регулировать, реагировать изменением гормонального статуса, а одновременно и состоянием нервной системы, пытаясь вот из того, что попало, сделать то, что необходимо. Помните известные слова песни «Я его слепила из того, что было». Вот ваш организм лепит ваш обмен веществ из того, что вы ему поставляете. И вот эту ситуацию, ее можно решить двояко. Известно 50 видов гормональных нарушений при мастопатии. Диагноз 1, а видов нарушений 50. Если вы на эту ситуацию пытаетесь реагировать одной гормональной таблеткой, у вас ничего не получится, потому что это будет только насилие над вашим организмом. Нужно не на гормоны влиять, нужно влиять на обмен веществ, нужно исправить обмен веществ в вашем организме. Ну, есть у нас такой метаболический мост печень, которая фактически управляет всем обменом веществ. Я написал и опубликовал более 40 книг по фитотерапии, здоровому образу жизни, правильному питанию. Одна из них – что делать, если у вас есть печень? Влез в гормоны, оказалось, что из-за гормональной стимуляции женская печень от 2 до 50 раз слабее мужской. И эти особенности, их невозможно изменить, пол вы не измените, вы можете только изменить отношение к своему организму, к своей печени. Вот. Ну, какие особенности вашего организма наверняка у вас присутствуют? Особенность первая – вы не любите употребление жидкости. Почему? Потому что мастопатия развивается из-за того, когда женщина употребляет малое количество жидкости. Причем это не подвиг нужно совершить ни один раз в жизни, это нужно делать регулярно. Норма по употреблению жидкости – 4-5% от массы тела. Или, имея 20 кг веса, вы обязаны за сутки употребить литр воды. Если вы этого не делаете, ваши почки не могут в постоянном режиме очищать кровь, и грязь, которая образуется в организме, должна где-то накапливаться. Вторая особенность вашего организма – вы, как правило, завтрак имеете легкий, то есть какая-нибудь кашка легкая с утра, а белковая пища, то есть мясо, рыба, яйца, птица, перенесены на вторую половину дня. Если вы так питаетесь, то вы в еще большей степени зашлаковываете свой организм, перенапрягаете свои почки. Третья особенность образа жизни – это индикатор мозга. Как правило, женщина, имеющая мастопатию, она эмоционально лоббильна. То есть, либо она выплескивает эмоции наружу и портит, изменяет, скажем так, жизнь себе и своему окружению, либо она давит эмоции внутри, изменяя жизнь только себе, нарушая жизнь только себе. В любом случае нарушается работа пищеварительной системы печени и почек, и ее организм не будет работать нормально, в следствии чего на эту ситуацию будут реагировать гормоны, пытаясь хоть как-то изменить, оптимизировать обмен веществ на уровне клетки. Потому что вашему организму без разницы, чем вы питаетесь, когда вы питаетесь, с чем вы питаетесь. Ему нужно, чтобы клетки получали все питательные вещества. А это 500 питательных веществ, водичка и кислород. Если у вас это получается обеспечить, великолепно. Если нет, индикатор мастопатии показывает, что что-то вы делаете не то. Ну, женщины, которые имеют мастопатию, они избегают всех процедур, где идет активное потение. То есть, они избегают похода в баню, в сауну, они избегают похода в лес, в поле, где есть обильное потение и нет возможности активно удовлетворять потребность потери влаги, потери жидкости в этом организме. Вот. Ну, что можно сделать еще? Конечно, нужно менять обмен веществ, нужно изменить отношение к своему организму. Ну, кто захочет, может приобрести книгу. Она доступна, в принципе, контакты вы видите на экране. То есть, можно обратиться по странам СНГ, она легко расходится. Ну, дешевле всего, безусловно, на Украине. За пределами Украины включается приличная доставка. Но книга доступна, она того стоит. Это самая любимая из тех 40 с хвостиком книг, которые уже опубликованы. Что делать вам нужно еще? Ну, нужно порегулировать все-таки работу печени. Для регуляции этого состояния, для регуляции работы печени, ну, я фитотерапевт, уже четвертый год выпускаются мои формулы, которые направлены на то, чтобы регулировать работу печени. Если вы знаете какой-то гастроэнтерологический диагноз, гастрит, гастрододенит, язвенную болезнь, панкреатит, холецистит, то вам нужна будет в большей степени формула 1, она регулирует работу пищеварительной системы и печени вместе. Если вы про эти диагнозы не слышали, дисбактериоз вас не тревожит, паразитов вы удаляете регулярно, тогда лучше формула 3, она в большей степени направлена на работу печени и заодно работу иммунной системы. То есть это два регулятора, которые позволяют отрегулировать работу печени, восстановить ее участие в обмене веществ и постепенно избавиться от такого неприятного довеска, как мастопатия. Конечно, если у вас есть, кроме этого, вы еще знакомы с таким диагнозом, как эндометриоз, то это говорит о том, что с мужчинами вы встречаетесь реже и поток, источник мужских половых гормонов вам тоже необходим. Поэтому в данном случае вам еще в большей степени необходимо думать о том, как свою жизнь, свою личную жизнь устроить. Если вам нужна какая-то помощь, если вам нужно специфическое лечение, если вы хотите избавиться от диагноза мастопатии, вы легко можете обратиться по контактам и получите более исчерпывающую информацию.